Нефалема, привет! Пока мы замерли в ожидании Близзкона, Кулюши Геймскон никаких новостей по Диабле не принёс, там праздновали 20-летие франшизы, поздравляю вас, кстати, и рассказывали о том, какой она путь проделала и какая там чудесная музыка, про новую Диаблу ни слова. Так вот, пока мы с вами ждём всё ещё Близзкона, который должен быть офигенным в плане Диабла, если верить тому нашумевшему близзардскому твиту, другие люди берут свою судьбу в свои же руки и решают заделать собственную Диаблу, воскресить на отдельном сервере эту игру раннего образца патча 1.0.3, ванильную, такой, какая она была до выхода аддона Reaper of Souls и с отдельными нововведениями. Ребята связались со мной и рассказали об этой своей инициативе. Мы с вами недавно уже обсуждали воскрешение Диабла 2 под названием The Curse of Treestrom, а теперь на прицеле D3 Reflection. Хочется сначала прочитать Resurrection, что было бы банально, но уместно, но нет, D3 Reflection. Идея проекта, я думаю, вам понятна. В обход Близзард организовать сервер, на котором любой желающий мог бы играть в Диаблу старого толка. Многим она нравится больше всего, хотя, возможно, это потому, что тогда она ещё просто многим не приелась. Тут, с одной стороны, на ум приходит история с любительским вововским сервером Nostalrius, который преследовал похожую идею с другой Близзардской игрой. С другой стороны, интересно было бы посмотреть на реакцию правообладателей Близзардов, как они отнесутся к работе бесплатного сервера платной, в общем-то, игры. Nostalrius вот закрыли, напоминаю. И, как я уже сказал, слепо копировать ванильную Диаблу энтузиасты не намерены, они хотят обтесать проект под свой вкус. И пока не забыл, кому интересно, ссылка на их группу ВКонтакте, она недавно только была создана, есть она в описании под видео. Итак, что особенного планируется в D3 Reflection? Там будет аукцион, и там будет внутриигровая торговля. И если к аукциону можно относиться по-разному, мне он нравится, многим не нравится, всем не угодишь, то торговля это, я считаю, объективное благо. Это важная часть игры, Диабло 2 во многом вообще состояла именно из бартера, и лично мне очень жалко, что этот аспект был просто вырезан из D3, в Reflection его вернут. Почему его вырезали в свое время из официальной игры? Потому что народ начал зарабатывать на этом деньги, и не играть, а промышлять, водить ботов в промышленных масштабах, и продавать голду и редкие предметы за реальные деньги. Как на аукционе, так и в обход него, напрямую договариваясь с покупателями. Ну, во-первых, только большие проекты страдают такими недугами. Во-вторых, команда Reflection намерена запретить вывод средств из аукциона, так что зарабатывать на нем, по идее, должно стать сложнее, даже если проект вдруг окажется популярным. Второй краеугольный камень Reflection, по словам его создателей, это, друзья, естественно, PvP. И создатели этого Reflection обещают сделать что-то новое, что-то уникальное. Вот вы сейчас на экране видите уже знакомый всем PvE-контент, он в целом уже функционирует в Reflection, а PvP находится в работе. И на выходе он фактически должен стать целью игроков в лейтгейме. Если в официальной Diablo 3 лейтгейм это великие порталы, то в Reflection нам собираются предложить квасить друг другу рыло на специальных аренах. И да, фактически неработающие арены есть и в официальной сейчас игре, но в Reflection обещают, рассказывая все со слов авторов этого предприятия, сделать что-то такое, что могло бы стать центром внимания для высокоуровневых игроков. Ну и на десерт. Reflection должен стать более социальным, чем его оригинальный прародитель. Поскольку проект в руках энтузиастов, от него можно ожидать нестандартных ивентов, которые включали бы участие больше, чем 4-х человек, в результате, я так понимаю, должно получиться что-то среднее между нынешней Diablo и MMORPG. То есть, ММО эта игра, конечно, не станет, но вот в качестве примера авторы привели PvP 5 на 5. Думаю, людям просто хочется расшатать рамки игры, сделать ее живее и нестандартнее. В Reflection пока что планируется донат, который не должен затронуть баланс, штуковины вроде вкладок в сундуке, возможно, будут продаваться в этой игре. Что именно можно будет купить за деньги, давайте подождем. В этом сервере Reflection утверждают авторы заработают уже в этом году, и я лично буду с интересом наблюдать и за их взаимоотношениями с Blizzard, и за тем, много ли людей подтвердят свою любовь к ванильной Diablo делом и пойдут играть на неофициальный сервер. Зато образца 1.03. Если произойдут какие-то концептуальные подвижки с этим проектом, я надеюсь, мне об этом расскажут, а я расскажу вам. А пока что прощаюсь, друзья, ваше соображение на этот счет пишите, пожалуйста, в комментариях. Нравится ли вам идея поднять бесплатный сервер с ванильной D3? Не нравится, хорошо ли поступают эти люди, или нельзя отбирать хлеб у Blizzard? Сами они, команда D3 Reflection, кстати, утверждают, что по российским законам у них все чисто, и они ничего не нарушают. Не буду это никак комментировать, есть здесь над чем подумать и что обсудить. Спасибо, что посмотрели, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин